Конституция Российской Федерации оставила открытым вопрос о месте прокуратуры в системе органов власти. К сожалению, действующий закон о прокуратуре не восполняет этот пробел в полном объёме. Действующая концептуальная модель не даёт полного ясного ответа как на теоретический, так и на многие практические вопросы. И известно, что у самих прокурорских работников к их решению есть разные подходы. Поэтому, считаю, Ваше совещание и ключевую тему обсуждения очень и очень своевременной. Как известно, Российская прокуратура имеет глубокие корни, уходящие к Петровским временам, к временам Екатерины Второй и к Александровским реформам. Быть прокурором в наши дни, мы знаем это очень хорошо, непросто, подчас прокуратуру считают ответственной за беды и пороки всей правоохранительной системой. К тому есть свои причины. Обширные функции и сильные надзорные полномочия делают прокуратуру естественным конденсатором слабости системы соблюдения законности и правопорядка в стране. Но я уверен, что Вы понимаете ситуацию, в которой находится государство, и хорошо понимаете общую ситуацию в стране, в обществе. В полуобщественной полемике прокуратуру также называют тоталитарным пережитком подчас. Причем продолжается это на протяжении довольно большого количества последних лет. Воспоминаются времена, когда авторитетом прокуратуры прикрывались беззакония в нашей стране. Однако, видимо, уместно будет вспомнить, что тогда, когда они творились в массовом масштабе, то они прикрывались и авторитетом суда, и авторитетом практически всей государственной машины. Это время в прошлом. Мы уже давно живем в другой стране, и прокуратура постоянно совершенствуется, не стоит на месте. Перемены в прокуратуре отвечают целям демократизации правовой и правоохранительной системы России. Кроме того, они сглаживают противоречия между правовыми системами России и нашими партнерами на международный ритм. В работе прокуратуры много направлений. И все же одно из них является одним из важнейших. Это координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Она, эта функция, тесно связана с другими направлениями деятельности, расследованием уголовных дел и надзором за предварительным следствием и дознанием. Конечно, координация усилий по борьбе с преступностью должна осуществляться не столько на ведомственной, сколько на государственной основе, причем в рамках установленных законами. Но пока такой подход не выработан, а нужно констатировать, что это, к сожалению, пока так, эту брешку закрывает собой прокуратура. Никому другому такая работа сегодня не под силу. Да и закон определил именно такую функцию для прокуратуры. Именно поэтому на прокуратуре лежит большая часть ответственности за слаженную командную работу всех правоохранительных органов государства. Я понимаю загруженность, которая уже сегодня превышает все разумные пределы. Кстати, обратил внимание на то, что на галерке еще есть места, поэтому можно было бы подумать и на количественном расширении прокурорского корпуса. Но все же просил бы вас в этой деятельности особое внимание уделить совместному с другими правоохранительными органами анализу состояния преступности, прогнозированию тенденции развития преступности. Нам важно знать по-настоящему объективную картину состояния преступности и контроля над ней в государстве. Уважаемые коллеги, прокуроров не даром называют солдатами правопорядка. Вы, как и военные, принимаете присягу. Не случайно практически все находящиеся в этом зале в погонах. И отношение к вам порой такое же, как военные, как к силовым ведомствам. Речь здесь о силе прокуратуры в деле отстаивания законности в стране. Работа прокуратуры – это авторитет государственной власти, обязанной обеспечивать безопасные условия жизни каждому гражданину России. Сегодня на первый план выходит правозащитная деятельность прокуратуры. О правах человека мы привыкли больше говорить, чем по-настоящему защищать эти права. Больше того, кто больше всего говорит, тот меньше делает. Прокурорский корпус относится к такой части государственного аппарата, который меньше говорит. Но больше делает, а делать должен еще больше. Здесь у вас огромное поле для деятельности. Насколько мне известно, за минувший год в прокуратурах по этим вопросам обратилось около двух миллионов россиян. Причем каждая четвертая жалоба была удовлетворена. Мы знаем, что в числе самых острых проблем, с которыми люди приходят в прокуратуру, это нарушение трудовых и жилищных прав граждан. Ваша эффективная деятельность на этом направлении безусловно укрепляет.